В ногу со временем. Нарьинмарское автотранспортное предприятие сегодня это комфортные перевозки пассажиров, дорожная деятельность и постоянное внедрение современных технологий. С рабочим визитом на предприятие побывали депутат Государственной Думы Сергей Коткин и представители депутатского объединения «Единой России» в городском совете Нарьинмара. Подробности в материале Александры Литковой. Сюда засовываешь эту деталь грязную и щеткой моешь в течение часа-двух часов, размачиваешь ее. Таким образом, еще недавно в Нарьинмарском автотранспортном предприятии отмывали детали при ремонте транспорта. Первую автоматическую мойку здесь приобрели год назад. Она показалась с очень хорошей стороны. Нам понравилось, как конечный результат получается. Поэтому в этом году мы приобрели более большую машину моечную, для которой можно уже мыть и большие агрегаты целиком. То есть там можно и коробку, и двигатель туда разместить. Опыт показывает, что качество мойки, конечно, идеально по сравнению с тем, что было и то, что вот сейчас. По словам мастера ремонтно-механической мастерской Виктора Хозяинова, приобретение моек позволяет сэкономить время и пока идет процесс заняться другими делами. Здесь время устанавливается в районе, грубо говоря. Можешь, например, на 10 минут ее поставить, можешь на час поставить. И температуру там выберешь, например, даже от 30 градусов до 90. Кроме моек для деталей, также обновлено шиномонтажное оборудование. Семь автобусов большого класса оснащены системой видеонаблюдения. С камерами работают и кондукторы автобусов для безопасности пассажиров и сотрудников. Помещения ремонтно-механической мастерской предприятия обновляются постепенно – с 2017 года. Изменения замечают и пассажиры АТП. Для их удобства введено мобильное приложение, где можно узнать расписание и перемещение автобуса. Как постоянный пассажир автобусов, я хочу сказать, что автобусы подходят к остановке минуту-минуту практически. Вежливые кондукторы, очень удобный, комфортный автобус. Особенно последние автобусы, которые пришли в АТП, они очень комфортные, удобные для пассажиров. Это, конечно, очень хорошо. На сегодняшний день в АТП трудится 170 человек. Коллектив дружный и сплоченный. Для комфортной работы сотрудников созданы все условия. На конечных остановках расположены диспетчерские для отдыха водителей и кондукторов между рейсами. В районе морского порта здание было обновлено в прошлом году. Раньше было, конечно, тяжелее, сложнее работать. Автобусы были холодные. Диспетчерский пункт здесь был тоже холодный, балок был. Сейчас великолепное здание, хорошее сделано. Тепло, светло. Удобство сейчас все есть. Есть и микроволновка, есть электрочайник, пожалуйста, туалеты мужской и женский отдельно сделаны. Очень хорошо, замечательно. Тепло. Зимой главное делать, зимой сейчас тепло здесь. Видите, цветочки у нас всю зиму растут. На территории АТП работа также не стоит на месте. Здесь уже построено здание для отдыха сотрудников и под автомойку. Эта мойка будет для автобусов, для грузовой техники. И с той стороны у нас там два места есть для мойки самообслуживания, для коммерческой мойки, чтобы можно было там частично зарабатывать деньги. Приоритет предприятия – обновление автобусного парка. Этим летом на маршруты выйдут два новых автобуса, которые уже куплены в лизинг и ждут доставки в Нарьенмар. В прошлом году нам удалось приобрести четыре новых автобуса. Из них два автобуса среднего класса и два автобуса большого класса. И в этом году мы уже приобрели два автобуса большого класса. Они сейчас находятся в Ярославле у дилера. Как только навигация откроется, мы их привезем в город и запустим эксплуатацию. В ходе рабочего визита на предприятие депутат Госдумы Сергей Коткин и депутаты Нарьенмарского горсовета встретились с коллективом АТП. Как отметил председатель совета Юрий Суський, под грамотным руководством предприятие постепенно выполняет все задуманные планы. Есть чем сравнить. Буквально в 2019 году мы также депутатским корпусом обследовали данное предприятие. Мы видим, что те все планы, которые они строили, они все нашли свою реализацию. Это и новая диспетчерская, которая была поставлена на конечную остановку. Очень комфортные условия. Все, наверное, по самым современным стандартам. Значит, предприятие за 2020 год нарастило прибыль почти в два раза и достигло 24 миллионов рублей. Это тоже о многом чем говорит. Кроме пассажирских перевозок, АТП выполняет работы по вывозу твердых бытовых отходов и дорожной деятельности. Для этой цели в этом году также приобретен транспорт.